показываю очередной дом межопарки который продается и что здесь интересно уже готовый сформированный ландшафт то есть когда ты заходишь ты прямо идешь вот по такой интересной брусчатки вокруг тебя уже сформированные годами растения если ты посмотришь на этот шикарный газон это мхова травяной газон по которому ты идешь он такой сантиметров 10 он так аж прям проседает то есть штука просто необычная так движемся в дом сам в дом мы зайдем немного позже в следующем ролике сейчас я просто хочу показать ландшафтную группу которая существует в этом доме то есть домик он такой немножко в испанском колониальном стиле а вот он имеет скажем так два этажа один немного подвальная часть а второй настройка над ландшафтной группой и что здесь интересно есть такое ощущение что ты живешь уже в заповеднике то есть здесь есть плодовые деревья немножко и количество саженцев и растений которые здесь находятся просто какое-то необычайное количество здесь есть интересные локации например место где можно посидеть с семьей покушать необычайное место для мангала только зацените я говорил в каком-то таком испанском стиле зона барбекю есть немножко скульптур на территории и что интересно это те растения то есть те кто любит уже готовую природу не когда ты покупаешь дома потом всю жизнь его обустраиваешь каким-то растениями а когда здесь уже все экзотические растения которые растут на территории латвии произрастают и среди вот это вот такой красавчик дом с виду он выглядит такой знаете как припаркованный в джунглях кемпер не очень как бы скажем так эффектно но когда вы заходите внутрь это просто бомба внутри очень редкая планировка очень огромные панорамные окна и вид изнутри очень шикарен чем у шикарен тем что в этом доме жили скажем так многие известные люди и когда ты смотришь на этот дом он не выглядит таким богатым выразительным каким-то супер прикольным он выглядит как примерно стандартный недорогой домик в лесу с милыми богатыми соседями но когда ты заходишь внутрь то ты понимаешь всю мощь красоту этого проекта и всю силу дизайна внутреннего то есть это для того сделано что например человек состоятельный хочет выглядеть так как обычный простой человек живущий в латвии то есть подземная парковочка на две машины заехали исчезли и мы живем вот как простой какой-нибудь латвийский пенсионер но когда мы попадаем внутрь дома вот это уже совершенно другое ощущение другие эмоции и об этом мы сейчас расскажем вот в этом есть вкусность дома не когда ты выставляешь на показ весь китч смотрите кто-то живет какой-то дом а когда как раз ты выглядишь очень скромно таким ботаником каким-то который любит растения живет в таком вот а природном оазисе но когда ты поднимаешься опускаешься внутрь этого дома вот это уже совершенно другие эмоции пошли